Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Лев Николаевич Толстой. 5 октября 1881 года. Все чаще говорят, что тогда мы потеряли Великую Россию. И это правда. Но не вся. Потеряны были сразу две России. Первая. Россия царей, помещиков, богатых купцов и фабрикантов. В этой прекрасной стране бодро хрустели французской булкой. В ней проматывались состояния и кипели сытые страсти. Обитателей другой России, куда более многочисленной, ждала работа за гроши от зари до зари. Голодное и полуголодное существование в нищете и невежестве. К началу 20 века дела у этой России шли неважно. Самая низкая продолжительность жизни среди европейских стран. 32 года против 49 лет в среднем по Европе. Самая высокая детская смертность. Самый большой процент призывников, негодных для военной службы по состоянию здоровья. Значительно более низкий уровень зарплат рабочих в сравнении с развитыми странами. Почти две трети крестьянства – бедняки, часто вынуждаемые батрачить на крупных землевладельцев и кулаков. Выращенное ими зерно активно экспортировали. Простой народ при этом голодал, но зато полнели кошельки дельцов. В документальных источниках и классических произведениях русских писателей та горькая правда нашла свое отражение. Одна Россия жила во дворцах, усадьбах и особняках, другая ютилась в избушках, хатах и лачугах, а то и вовсе ходила по миру. Обе России ежедневно встречались. Между ними была постоянная живая связь, ведь все богатство одной создавалось руками другой. Иногда бедная, бесправная Россия обращалась к России богатой, искала у нее справедливости, а в ответ получала удар на гайкой, пулю или петлю на шею. Первая мировая стала последней каплей в чаше народных бед. Война – повивальная бабка революции. И на гребне революционной волны в октябре 1917 года оказалась сила, которая нанесла барской России сокрушительный удар. Мы эти государства управляли, как и иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляем государством. В том, в массовом месте, как раз все классы, которые капитализм учитал. Естественно, что Россия господ с этим согласиться никак не могла. Она хотела вернуть себе все, что по праву считала своим. На помощь к этой России поспешили иностранные партнеры. Им тоже было за что бороться. По разным оценкам, зарубежному капиталу в нашей стране принадлежало не менее половины предприятий, заводов, фабрик и приисков. К тому же Российская империя задолжала Западным банкам огромные деньги. Интервенты из 14 стран топтали советскую землю. Гражданская война была не просто классовым противостоянием. Это была война национально-освободительная. В этот критический исторический момент нашей народной жизни, писал в своем воззвании к царским офицерам генерал Брусилов, мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас не назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения. Ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию. Значительная часть царских офицеров предпочла служить в Красной Армии. Взятый в плен колчаковцами генерал фон Таубе ответил белогвардейцам на предложение о сотрудничестве так. «Мои седины и контуженные ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящейся России». Даже великий князь Александр Михайлович Романов, которого трудно заподозрить в симпатиях к большевикам, писал «На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин». «Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещникам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть Тая, власть помещников, власть капиталистов. Нет, этому не бывает». Под руководством губителей барской России трудящиеся восстановили разрушенную страну, ликвидировали безграмотность и беспризорность, провели индустриализацию, создали механизированное сельское хозяйство, сохранили и приумножили наследие дореволюционной науки. У трудового народа появились немыслимые ранее права, блага и социальные гарантии. Одержав победу в Великой Отечественной войне, государство рабочих и крестьян еще раз отстояло свою независимость и вскоре стало ядерной космической сверхдержавой. Грандиозный, невероятный рывок, равных которому не было в истории. И все это без господской опеки. Да, тот великий опыт закончился реставрацией капитализма. И началась она задолго до перестройки. Еще сохранялось плановое хозяйство, оставались у народа многие завоеванные им права и гарантии, но уже шел процесс превращения части советской партноменклатуры в буржуазию. Государство по-прежнему декларировало коммунистические идеалы, а на деле они были преданы. Итогом стало разрушение страны. Первое в мире государство, где интересы трудящихся имели наивысшую ценность, потерпело поражение. Горькие плоды этого поражения жители постсоветского пространства вкушают вот уже почти 30 лет. Уничтожение промышленности, науки, деградация образования, культуры и здравоохранения, обнищание миллионов людей, демографическая катастрофа, вооруженные конфликты. Капитализм каждый день стучится в дверь к тем, у кого нет больших денег. Он является в обличии очередного экономического кризиса, бездомности, нищеты и разорения. Он приходит как безработица. Он может показаться на пороге вашего дома в виде коллекторов или судебных приставов. Или ворваться в вашу жизнь катастрофой, потому что кто-то в погоне за прибылью пренебрег правилами безопасности. И болезнь, на излечение от которой не хватает денег, и растущие цены, и война – это тоже он. Истории успеха золушек от спорта и искусства, людей, которые сделали себя сами, маскируют, но не меняют его сущность. Какую бы скромную одежду не носили современные миллиардеры, как бы ни старались они показать свою нарочитую простоту, это не может скрыть главного. Горстка богатых и сверхбогатых паразитов живет за счет труда сотен миллионов людей. Как и прежде, тем, что создает класс наемных работников, распоряжается класс капиталистов. Так будет до тех пор, пока сохраняется частная собственность на средства производства. И ничем эту несправедливость не прикрыть. Хотя современные господа в этом изрядно поднаторели. К их услугам глобальная информационная машина, усыпляющая классовое сознание. Капитализм? Какой капитализм? Нет его. Есть только социально ответственный бизнес с успешными предпринимателями и эффективными менеджерами. Классы? Ну что вы, откуда? Сейчас у всех равные права. Есть трудолюбивые бизнесмены, которые всего добились сами. Ты тоже можешь прийти к успеху. Главное, работай, как следует не жалея себя. И пока миллионы трудящихся верят в эту сказку, они будут крутить колесо капитализма. Идите в бизнес, держитесь здесь и отнеситесь с пониманием к тому, что боливар не выдержит двоих. Ничего другого эта система предложить человечеству не может. Она не может преодолеть ни одно социальное бедствие на планете. Даже когда для этого есть ресурсы. Потому что цель ее не благополучие человечества, а извлечение прибыли. В 2012 году 100 богатейших жителей Земли могли на свои доходы четыре раза покончить с нищетой беднейших слоев населения планеты. В 2014 в Евросоюзе было 4,5 миллиона бездомных и 11 миллионов пустующих жилых помещений. Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихоти паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъем материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Капитал умеет себя защищать. Конкурирующие группы имущего класса научились ловко использовать народное недовольство в своих целях. Выбирай, правильный и честный капитализм, как в Европе, или капитализм, неправильный, коррумпированный. Выбирай, наш хороший национальный капитализм или их плохой капитализм, чужой, вражеский. Но к каким бы уловкам они не прибегали, принципиально ничего в системе социальных отношений с 19 века не изменилось. И люди будут этому угнетению сопротивляться. Такова природа человека и объективные законы развития общества. Спартак проиграл как личность, но победил как идея. За Великой Французской революцией последовали реакции и восстановление монархии. Но этот и многие другие откаты в истории человечества были временными. Так и разрушение СССР не означает поражение социализма. Советский Союз и сейчас остается наивысшим социальным достижением человеческой цивилизации. Историческим маяком для трудящихся всего мира. Нынешние хозяева жизни, конечно, будут выставлять события октября 1917 года как ошибку, неудачный эксперимент или даже преступление. Поэтому переименовываются советские названия городов, улиц и площадей. Поэтому не прекращается поток страшилок про полторы тысячи миллионов репрессированных. Реабилитируются и даже героизируются интервенты и пособники нацистов. Такими темпами еще немного и самого Гитлера запишут в невинные жертвы коммунизма. Машина пропаганды рисует дореволюционную Россию потерянным раем. Но позвольте спросить тех, кто в это верит, кем вы себя видите в той идеальной стране? Наверное, барином? Владельцем заводика? Высокопоставленным чиновником? Уж точно вы бы не хотели для себя участи батрака, бурлака, рядового солдата или матроса и наверняка не пожелали бы собственной дочери получить желтый билет. Конечно, коммунистическая идея для прихватизаторов и эффективных менеджеров преступна, ведь она прямое посягательство на их благополучие. Но хотят они того или нет, противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения продуктов труда будет нарастать. Капитализм давно стал не просто тормозом прогресса. Он привел планету к глобальному системному кризису, уничтожает биосферу и угрожает гибелью миллиардам людей. Что одержит верх? Каждый из нас – поле этой битвы. Ничего еще не закончено. Все только начинается. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ